Здравствуйте, дорогие друзья! Примечательно, что мы собрались с вами в День космонавтики, 12 апреля. В детстве я мечтала стать космонавтом, но в итоге решила стать журналистом. О чём, в общем-то, не жалею, потому что жизнь насыщенная, бурная, и много событий происходит. И обо всех этих событиях я вам сейчас расскажу. Прежде всего, о Славянском базаре. Ну, Славянский базар — это фестиваль искусств, который проходит в чудесном городе Витебске. Я езжу на него, наверное, уже больше 10 лет, и там просто-таки невероятно. Есть такая примета, многие отмечают, что если ты хотя бы один раз побывал на Славянском базаре, то ты приедешь туда обязательно ещё раз. То есть это вот так же, наверное, как в Крыму, есть какая-то магнитная аномалия, которая притягивает из года в год туристов. Также в Витебске есть какая-то магия этого города, которая привлекает всякий раз туристов и гостей, и участников, и певцов. И, в частности, вот я расскажу про прошлый Славянский базар и про грядущий и наступающий. Из артистов стараются не пропускать фестиваль. Практически вся наша эстрада, то есть, кого ни назови, все там побывали, начиная с Аллы Борисовны Пугачёвой и продолжая Леонтьевым, Надеждой Бабкиной, которая приезжает практически на каждом фестивале, она скупает весь Леон. И вообще такая очень важная гостья там, включая Софию Ротару, Наталью Подольскую, Николая Баскова, Филиппа Киркорова, Лолиту. Кобзон, когда был жив, приезжал тоже, старался не пропускать, и всегда был очень вежлив и внимателен ко всем журналистам, гостям, коллегам за кулисами. Также на Славянский базар приезжает очень много зарубежных артистов. В прошлом году были Жерар Депардье, Мир Кустурица, Горан Брегович, Наталья Арейра. Что касается уругвайской певицы, то ей вообще не давали прохода. То есть за кулисами её караулили фанаты, постоянно с ней делали селфи, постоянно что-то такое происходило с ней невероятное, и её заваливали сувенирами, подарили ей актуального для прошлого лета волчонка-забияку, подарили кучу всяких белорусских нарядов, рюкзак, например, с белорусским арламентом, линой комбинезон, и даже баранки-сушки. В Беларуси, по-моему, они баранки называются, по большей части, а в России сушки. Брегович и Кустурица дали большой концерт в День Союзного государства, что как раз-таки будет интересно вам всем, потому что тут собралась российско-белорусская публика, и выступали они на одной сцене, но не вместе, то есть один за другим, что свидетельствовало о том, что они до сих пор не помирились. Надо заметить, что всё-таки они, то есть для тех, кто не знает, нужно пояснить, что какое-то время они были закадычными друзьями, и случилось так, что они поссорились в один прекрасный день. История умалчивает, что послужило причиной, для такой большой размолвки. Но вот это случилось, и они до сих пор не могут помириться, и вот даже оказавшись на одной сцене, они не спели вместе, как ожидалось. Надо заметить, что в прошлом году отмечали сразу два юбилея Славянского базара, 30 лет летнему амфитеатру и 15 лет традиции проводить День Союзного государства на фестивале. Надо сказать ещё про российских звёзд. В прошлом году выступили те, кого я уже назвала в самом начале, и большое шоу-игра показывал Николай Басков. Он приехал вместе с родителями на машине из Москвы и привёз кучу сувениров. В общем, такое у него было самостоятельное путешествие. И вот на это шоу все стремились, на шоу-игра. И в конце концов, таким прямо ярким моментом, о котором написали все, и мы тоже, был момент, когда он поцеловал сцену и сказал, что Славянский базар подарил ему жизнь как артисту. И вот он благодарен этому фестивалю и собирается приезжать ещё раз, ещё много-много раз собирается там бывать. Также из российских звёзд в прошлом году ярко выступил Олег Меньшиков со своим духовым оркестром «Мечты». И кого же ещё, сейчас подумаю, кого бы ещё отметить. Ну вот, Ирина Олегрова тоже, в общем-то, так блистала, и журналисты, которые освещают фестиваль, знают, что она славится таким своим жёстким нравом, она не всегда позволяет себя снимать, довольно-таки часто прогоняет всех или во время выступления прямо кричит, не снимайте меня, это запрещено, нельзя. Вот здесь, в этом зале присутствуют люди, которые тоже видели эту сцену. Это, конечно, так происходит очень ярко. Так. Да, про Славянский базар есть ещё такой интересный момент. Многие стремятся туда из-за того, что там есть своеобразные деньги. Они называются васильки. Один василёк равен одному белорусскому рублю. И также там есть лепестки. Это копейки, по-русски выражаясь. В Беларуси я не знаю, вот равный эквивалент вот этой вот денежной единицы придуманной. Почему васильки и лепестки, спросите вы. Я отвечу, потому что василёк — это символ фестиваля. В общем-то, такой цветок, который часто встречается в Беларуси. И что интересно, вот эти деньги, васильки и лепестки, они не выдаются простым или непростым, во всяком случае, как бы то ни было гостям фестиваля. Они выдаются только журналистам и артистам. И на них можно покупать всё, что ты пожелаешь в определённых кафе, например. Чем все и пользуются. Особенно любят находиться в таком артистическом кафе «Маэстро». И там, встречаясь, общаясь друг с другом, репетируя, покупать там что-то, какие-то напитки, еду. И, в общем-то, так проводить время приятно с этими васильками и лепестками, потратив их. Про фестиваль. Да, про нынешние фестивали. Что касается нынешнего фестиваля, очень интересно то, что у него новый гендиректор. И новый гендиректор – очень интересная личность. Ему всего лишь 30 лет. И при этом он возглавил не только целые фестивали, но ещё и Центр культуры Витебска, который занимается кучей мероприятий, в частности, российско-белорусских, может быть, не столь известных, как «Славянский базар», но тоже таких интересных, по крайней мере, те люди, которые следят за новостями союзного государства, они знают об этих мероприятиях. Гендиректора зовут Глеб Лапицкий, и у него три высших образования. По первому образованию он ветеринар, по второму образованию он певец. А сейчас, возглавив руководящий, заняв руководящий пост, он решил выучиться ещё и на управленца. И вот такой микс получился очень интересным. Мы с Глебом уже неоднократно общались в преддверии «Славянского базара», и он рассказывал, что одно образование дополняет другое. То есть профессия ветеринара, она способствует тому, чтобы понимать не только животных, не только помогать кошечкам и собачкам, которых он лечил и делал им серьёзные операции, но и людей, и их психологию во многом. В частности, и быстро находить решения в каких-то очень сложных ситуациях, непредвиденных, может быть. Второе образование, в общем-то, он тоже посмеялся сам над собой, в том плане, что он решил... То есть он принимал участие в «Славянском базаре», он не прошёл тогда отборочный тур, как певец, и вот сейчас смеётся, говорит, «Зато я теперь его возглавляю». Это фестиваль, меня не взяли как певца, не отметили, но зато теперь я руководитель. Скажите, пожалуйста, вот кроме России, Украины и Белоруссии, вот этих трёх стран, из славянских стран, из каких больше всего людей приезжают? Болгария, Чехия? Приезжают из Сербии, есть одна журналистка из Израиля, она приезжает буквально-таки каждый год, она очень любит этот фестиваль, и обожает приезжать, вот там как-то весело проводить время, со всеми знакомиться, общаются, приезжают из Сербии, из Хорватии, даже, по-моему, были гости из Германии, из Франции. Что интересно, трансляция славянского базара, она ведётся ещё и на многие страны, то есть на Европу, на Америку, об этом неоднократно и очень часто говорят во время церемонии открытия, закрытия, когда как раз-таки идут телевизионные трансляции. Поэтому, да, поэтому, в общем-то, зрители знают про этот фестиваль и могут приехать, посмотреть. А вот такой вопрос, по вашим наблюдениям, за последние годы, вот, ситуация, которая в Украине сложилась, она как-то влияет на приезд украинских артистов, на общение между... Вы знаете, она абсолютно не влияет. Количество не изменилось, как есть. Да, всё как есть. Я вещаю, я вещаю. Да, да, и славянский базар занял, наверное, такой же, то есть устроители, организаторы славянского базара, они занимают точно такую же позицию, как организаторы Евровидения, когда говорят, что у нас, да, искусству, и нет политики, и каким-либо политическим раздором, событием каким-то таким. Да, да, исключительно культурный диалог, и диалог абсолютно всех стран, всех желающих. Это, пожалуй, такой очень ценный момент, потому что очень многие забывают о том, что существуют какие-то неурядицы в мире. и действительно купаются в такой праздничной атмосфере, расслабляются. И да, ещё в прошлом году произвёл фурор певец из Казахстана Димаш Кудайберген, что удивительно, несмотря на то, что он из Казахстана, у него огромное количество фанатов из Китая, потому что, насколько я помню, если я не ошибаюсь, у него... То есть он ездил в Китай для того, чтобы принять участие в каком-то конкурсе, и, соответственно, там покорил публику своим необычным голосом, и эти китайские поклонники приехали вслед за ним с этими растяжками, они прямо скакали, прыгали, кричали, какие-то вот вещи приятные для Димаша. Вот, и это, конечно, удивительно. Надо сказать, многие, конечно же, вообще ничего не слышали явно об этом певце. Он обладатель уникального голоса, его называют вторым Витасом. У него такой очень-очень высокий голос, и не буду врать, какие высоты он берёт, скажем так, но он даже, в общем-то, считается, наверное, круче Витаса. Вот, по крайней мере, он уже такой, он будет звездой, это точно. Не знаю, приедет ли он в этот раз, но то, что он прославится, это да. Наверное, про фестиваль слишком уже долго я рассказываю, перейду, пожалуй, к героям. Пришло время рассказать про героев. Вот, кто бы из вас думал, что белорусский продюсер, точнее, нет, кто бы из вас думал, что продюсер, известный, известнейший продюсер Виктор Дробыш имеет белорусские корни? Вот, наверное, никто и не догадывался, но это так. И более того, мало кто знает, что он ещё и обладатель ордена Франциска Скорины. То есть об этом нигде не говорится, казалось бы, мир шоу-бизнеса, продюсер музыкальный, очень известный, и тут на тебе орден Франциска Скорины. А выяснилось это всё, когда мы с ним беседовали во время новой фабрики, за кулисами, мы с ним разговаривали, и выяснилось, что у него белорусские корни, и более того, он уже так, осев в России, он, значит, начал помогать своим землякам. То есть вот как раз-таки вот в этой новой фабрике были две белорусские девушки, одна из них, одна из них, Зина Куприенович, которая будет представлять Беларусь на Евровидении в этом году, а другая, Мулатка из Минска, Марта Жданюк. Две очень интересные девушки, очень перспективные, голосистые, и как раз-таки старания Дробыша не пропали, и вот как раз-таки Зина Куприенович под именем Зена представляет сейчас Беларусь на Евровидении, будет представлять уже в мае. А другая девушка, Марта Жданюк, она просто-таки очень красивая, очень популярная, голосистая, у нее в Инстаграме огромное количество подписчиков, и я так думаю, что у нее тоже большое будущее. И также Дробыш очень интересно рассказывал про свое детство, так красочно, прямо вот так представлялось его белорусское детство. Он его провел у дедушек и бабушек в белорусских деревнях, и рассказывал о том, как он любил гонять на мотоцикле, как он говорил, по белорусским лесам и собирать грибы, набирать грибы. Причем его целью было найти белые грибы с такой шляпкой, чтобы не помещалось в ведро. То есть величина этой шляпки можете себе представить, какие в Беларуси грибы. Я тоже, например, не знала о том, что такие мутанты, грибы-мутанты фактически могут встречаться, при этом они съедобные. И довольно-таки часто получалось у него это сделать. Бывало так, что под одним деревом, как он рассказывал, он мог найти около 70 белых грибов. То есть Беларусь настолько плодовитая земля, урожайная в этом плане. и доходило до того, что, например, он собирал только белые грибы, а под березовики выбрасывал. Настолько он был избалован всеми дарами природы в Беларуси. Ну и вообще, он как-то так рассказывал про такое светлое детство, что сразу же хотелось прямо вот туда, в эти белорусские леса, побывать там. Это было бы, конечно, очень приятно и интересно. Поскольку я уже заговорила про белорусские леса, то, наверное, я упомяну про Беловежскую пущу. Я обожаю командировки, и одна из них случилась в две резиденции Дедов Морозов, белорусского и российского. Сначала я съездила к российскому Деду Морозу в гости, который живет в Великом Устюге. Там было интересно, но родословное российского Деда Мороза не произвела на меня такое впечатление, как, скажем так, генеалогическое древо белорусского Деда Мороза. Там все очень интересно. И на самом деле, когда меня просвещали вот на эту тему, я подумала, как хорошо, что дети, их мало рядом, и как хорошо, что все-таки они не все понимают, потому что вот здесь все взрослые люди, я могу рассказать про семью Деда Мороза. У него жена, матушка зима, у него есть три дочери, стужа, вьюга и метелица. И самое интересное, что со своей семьей, с женой и дочерьми, он проводит всего три месяца в году. Это зимние месяцы, январь, февраль, декабрь, новогодний месяц. И все. А потом они все, насколько я помню, они все тают, исчезают. И белорусский Дедушка Мороз один. Но интересно, еще, интересен еще и тот момент, что, что белорусские, что последняя его дочка метелица, она никак не может найти себе одного мужа. она каждый год выходит замуж за снеговиков. И каждый этих снеговиков придумывают дети, живущие в Белоруссии. Им дается задание придумать мужа для метелицы снеговика. И каждый год они придумывают. При этом, на этом история не заканчивается. В Беловежской пуще существует музей снеговиков, куда попадают самые лучшие из лучших снеговики. они там копятся, собираются и живут. То есть, это, скажем так, отставные мужья-метелицы, и они находят последний приют. При этом руководители белорусской пуще хотят вот этой всей усадьбы Леда Мороза, они хотят создать еще и новый музей снеговиков, потому что имеющиеся уже не помещаются. Вот. такой очень забавный момент. А на самом деле усадьбы Деда Мороза, они, конечно, роскошные, прекрасные, но вот если говорить... Мне часто спрашивали после этих поездок, куда я повезла бы своих детей. Если выбирать из двух усадеб, наверное, я выбрала бы скорее не в обиду российскому Деду Морозу, я бы, наверное, выбрала белорусскую усадьбу, потому что там еще и Беловежская пуща, и куча всяких приятных моментов, связанных с санаторно-курортными услугами, скажем так. То есть и родители могут отдохнуть, и дети приятно провести время. Вот, наверное, так. Но, опять же, у российского Деда Мороза тоже есть какие-то свои интересные вещи. То есть у него там есть такой лабиринт, лабиринт чудес, я не помню, как он точно называется, но там и для детей, и для взрослых очень интересные препятствия, и нужно проходить, отвечать на какие-то вопросы, на викторины, всякие живые существа встречаются, и, в общем, это весело, смешно и забавно. Рассказываю про второго героя, который, в общем-то, связан очень тесно с Белоруссией. Это Евгений Стеблов, звезда фильмов «Я шагаю по Москве», «До свидания, мальчики». Он в свое время был где-то в 60-х, наверное, годах, он был очень яркой звездой, но, в общем-то, он остается таким великим артистом, без иронии, действительно. Но он человек с юмором, он сам над собой смеется, и в последний раз, когда мы с ним разговаривали, он сказал, «Я уже ред-развезда, меня уже никто не помнит, никто не знает», и я успокаивала его, что это не так, что вас все знают, и все помнят, и это правда, потому что все-таки советских актеров все любят и не забывают, и они герои на все времена, и у нас журналистов, они считаются героями первого эшелона, так называемого, то есть это те, с кем лучше сделать интервью в первую очередь. Так вот, он хоть коренной москвич, он с Белоруссией дружит давно и крепко, так как он входит в состав экспертного совета премии союзного государства в области литературы и искусства. Впервые он оказался в Белоруссии в 65-м году. Вот тут я буду немножко зачитывать, чтобы ничего не переврать, и чтобы Евгений Стеблов, если вдруг увидит это видео наше, не обиделся, потому что он очень трепетно относится к слову, надо отдать ему должное, он, наверное, если бы он не стал актером, он стал бы прекрасным писателем, и вот если он услышит что-то не то, он будет огорчен, поэтому я, пожалуй, почитаю. Снимался он в военной картине «Перекличка», и хоть это работа линфильмовку продукции с таджик-фильмом, значительная часть съемок шла в Борисове под Минском, потому что там стояли танковые соединения, и город считался танковой столицей СССР. Степлов с Никитой Михалковым и ныне покойным Шавкатом Газеевым играли танковый экипаж. Степлов водил танк Т-34, и признается, что это было несложно, то есть он говорит, это все равно, что трактор водить, у него достаточно богатая биография, и он водил не только танк, но еще и трактор, и говорит, что когда вел танк, чувствовал невероятную мощь. Конечно же, Степлов и Михалков проходили специальные курсы, где их военные учили, как и что делать, чтобы не ошибиться, не дай бог. Старшинал был представлен, а на площадке дежурил генерал-консультант. Съемки проходили ночами на танкодроме, и один из танков был героем, то есть танк был как живое существо, и его играло три танка. При этом один был в движении, в другом были вырезаны дырки для того, чтобы снимать внутри то, что происходит внутри танка. И третий был покореженный, и он изображал гибель. И стреляли из настоящих танковых пушек боевыми снарядами, настоящими. Вот это меня вообще убило, если честно, когда Степлов рассказывал настоящими боевыми снарядами. И вот дальше он рассказывает, я прям приведу его прямую речь, как происходили съемки. Привязали веревку к гашетке, говорит Степлов, дернули. Несмотря на то, что танк с войны не стрелял, вроде сработало. Я был заряжающим, Михалков командиром танка, а Газеев водителем. Мне нужно было профессионально послать снаряд, который весит 25 килограммов в дуло одной рукой. Пальцы при этом загибались. Если вовремя их не убрать, выскакивала собачка, которая могла их отрубить. При этом танкодром находился далеко от города. На него отвозили. И однажды ко мне подошла гримерша, сказала, я забыла глицерин. А глицерином пот делают. Вот тут присутствуют кинематографисты, они знают, что это так происходит. Дальше я читаю речь Степлова. Боялась обнаружить оплошность перед директором группы, поэтому попросила, не выдавайте, я разведу сладкой воды с сахаром, он засохнет и будет блестеть. А мы были слегка небриты, все-таки в боевых условиях. Приготовились к съемкам, режиссер, операторы залегли в окоп, мы самостоятельно включили камеру, и вот посылаю снаряд с капсульным взрывателем, тяжелый, говорю, готово. Никита делает выстрел оглушительный, фактически взрыв, и ничего не понимаю, глаза не видят, во рту земля, к нам бегут из окопа, как к космонавтам, вылезаем из люка, и все начинают ржать, ведь танк, в котором мы сидели, был разгерметизирован, еще на заводе в броне сделали отверстие для камер, и взрывной волной засосало землю, получили щели, и песок, песком забило рот, глаза, а сладкая вода засохла на нашей небритости, и мы стали похожи на марципаны. Получился брак, пришлось переснимать, и тут я уронил снаряд, к счастью, на ветошь, тряпки, которыми протирают оружие, обошлось, второй день рождения получил, а так бы тут с вами не разговаривал. Вот такая вот история приключилась со Стебловым, и, конечно, вообще, вот это вот такой удивительный момент, вот, почему мы верим, опять же, вот тут возникает вопрос, почему мы так верим советским старым фильмам про войну, потому что вот так снималось фактически все вот по-настоящему, а нынешние фильмы там прямо видно, когда вот этот весь грим, спецэффекты, 3D, и к тому же актеры, они действительно жертвовали собой, и все-таки это тоже отражалось на актерской игре. Надо заметить, что Стеблов очень приятный собеседник, он эрудированный, точный, и когда ему показываешь текст, он очень въедливый, и похлеще любого редактора, он вырезает какие-то неудачные моменты, которые ему не понравились, и правит текст так. Я мечтала бы, чтобы Стеблов был моим редактором, скажем так, не в обиду нынешнему, они прекрасные редакторы, но он прямо вот чудесный, я ему тоже об этом говорила. Кстати, он как писатель, он тоже в общем-то сделал кое-что, он выпустил мемуары «Против кого дружите». Вот тут же мне вспомнилось, наверное, к слову, встреча, недавнее общение с Юрием Куклачевым, которому сегодня как раз-таки исполняется 70 лет, что интересно, он юбиляр, и я недавно с ним делала интервью, а до этого была творческая встреча, я тоже посидела, послушала, и он очень хороший рассказчик, превосходный, чего не ждешь от клоуна и от укротителя кошек, скажем так. Он потрясающий рассказчик, и тоже он прямо нон-стопом рассказывал о себе, а после этого попросил задавать вопросы, но времени было уже очень мало, и поэтому вот, к сожалению, не все успели из присутствующих задать им вопросы, но тем не менее формат был примерно такой. Так вот, про листопад, еще про один фестиваль, то есть мы немножко так закольцуем нашу встречу, начали с фестиваля со Славянского базара, и закончим тоже фестивалем, кинофестивалем листопадом. Надо сказать, что я впервые на нем побывала в прошлом году, мне безумно понравилось, также я впервые побывала в Минске, до этого я не была, в Минске и мечтала там побывать в восторге от города, от людей, от вот этой в хорошем смысле такой советской ностальгической атмосферы, вот такого духа в целом, и фестиваль тоже, в общем-то, пронизан таким вот духом, там тоже чувствуется вот эта вся атмосфера в хорошем смысле этого слова, и зрители дудорвутся, там залы полные, то есть люди приходят на фильмы, и я познакомилась с одной женщиной, которая тайно прошла на, то есть у нее не было приглашения, она прошла тайно, она пианистка сама, и ей было безумно интересно посмотреть фильм «Открытие», а фильм «Открытие» был, фильм «Открытие» был, сейчас, секунду, скажу, это была лента польского режиссера оскароносного Павла Павликовского «Холодная война», очень-очень сильный такой глубокий фильм, и, ну, не буду спойлерить, потому что, может быть, кто-то не видел, скажу только, что фильм рассказывает историю очень большой любви, которая происходит на фоне серьезных политических событий. Также на кинофестивале было показано огромное количество любопытных картин, в конкурсе участвовало 12 фильмов, и самые заметные это «Сердце мира» россиянки Натальи Мщениновой про ветеринара-отшельника, и Ирина болгарского режиссера Надежды Косевой об официантке, решившей стать суррогатной матерью. Но, надо сказать, что конкурс обычно привлекает кинокритиков, а массовый зритель спешит на внеконкурсные показы, потому что там обычно что-то эдакое. И особый интерес у секции «Цвет ночи», то есть это фильмы, которые показываются уже где-то там в час ночи, в два часа ночи, благо, что кинотеатры, где идут все вот эти фестивальные кинокартины, они находятся в центре, гости размещаются в гостинице тоже в центре, и поэтому удобно ходить на показы, а потом сразу же в гостиницу даже прогуляться приятно после показа. Ну, однако заснуть вряд ли получится после таких показов, и сейчас расскажу почему. Чего стоят хотя бы новые фильмы Ларса фон Триера, автора «Антихриста» и «Двух нимфоманок» и «Танцующие в темноте». Он называется «Дом, который построил Джек» и рассказывает про интеллигентного маньяка. За 12 лет Джек совершил пять убийств, и каждое считал произведением искусства. То есть он совершал эти убийства, и как художник пишет картину, так и он совершал эти убийства, очень эстетские, как он думал, очень хитроумно, очень завуалированно. Ну, надо сказать, что кино не для слабонервных. То есть фильм снят красиво, то есть если абстрагироваться от каких-то натуралистичных вещей, то можно, наверное, его посмотреть с какой-то эстетической точки зрения, то есть, в принципе, на любителя. Ну, не зря он показывается ночью для людей с крепкой психикой, с крепкими нервами. Преступника играет Мэтт Дилан, маньяка, а одной из его жертв Ума Турман. И фильм показывали на Каннском кинофестивале. Другой фильм тоже, в общем-то, удачно придумали показывать ночью. Он называется Лоро Пауло Соррентино и рассказывает о том, как веселился скандальный итальянский политик и миллиардер Сильвео Берлускони о его каких-то таких вечеринках очень веселых. Фантастическая лента «Высшее общество», снятая Клер Дени, уносит зрителей в мир, где преступников отправляют в тюрьму на космическом корабле в главных ролях Роберт Паттинсон и Жюльет Бинош. Из российских лент показали последний фильм Веры Глаголевой «Не чужие», о любви двух сестер к выходцу из Средней Азии. Также отмечу, на меня произвел впечатление фильм в негласном рейтинге самый длинный фильм фестиваля «Победу», как раз таки он одержал, называется «Слон сидит спокойно», он идет четыре часа, четыре часа, но смотрится на одном дыхании, и тоже у него трагическая судьба, он рассказывает про 17-летнего молодого человека, парень учится в неблагополучной школе, мечтает уехать в Маньжурию, увидеть там слона, это такое метафорическое воплощение прекрасного на фоне сердца его жизни. Но однажды этот парень сталкивает обидчика с лестницей, что кардинально меняет его жизнь. И надо сказать, что жизнь режиссера поменяла сам фильм после съемок, 29-летний режиссер Хубо, веселый парень, который смотрит на зрителя с фотографией, покончил с собой. Кино про слона стало его первой и последней работой. И он так и не узнал о том, что картину признали сенсацией Берлинского кинофестиваля, и о том, что она получила сразу две награды, приз зрительских симпатий, лучший дебют. По силе и глубине эту картину критики сравнивают с нелюбовью Андрея Звягинцева. Я об этом рассказала, потому что я думаю, что про это нужно знать. Достойный человек, достойные картины, все перечисленные тоже. Наверное, на этом не будем заканчивать на трагической ноте, закончим на чем-нибудь веселом, например, на том, что у нас предвидится огромное количество еще разных приятных белорусских, белорусско-российских мероприятий. Сейчас идет месяц белорусской культуры и тоже очень-очень много проводится всяческих интересных культурных событий случается, в частности, в посольстве России и Беларуси. Тоже там, да, сейчас идет выставка, там очень много, ну, интересная выставка, то есть, вот как раз-таки в последнем номере мы про это писали. И да, жизнь бурлит, бьет ключом. В общем, мы радуемся, описываем все эти события. Если есть какие-то вопросы, я готова на них ответить. Витебске, но масса музеев, бывали ли вы в них и что вам понравилось? Да, я была в музее Марка Шагала. Я помню, что в этом музее царит такой дух художника, то есть, когда ты там оказываешься, там музеи мемориальные, там их два, то есть, насколько я помню, центр, по-моему, он так называется, центр Марка Шагала и другое, вот прямо мемориальная квартира Марка Шагала, везде интересно, везде уникальные экземпляры представлены, и всем рекомендую побывать, конкретно что из вещей там представлены, я не вспомню, потому что я после этого посетила еще огромное количество музеев в разных городах, и у меня уже все это перекрывается массой каких-то других впечатлений, но побывать там стоит, там очень интересно, и недавно открылся, буквально-таки в прошлом году открылся Витебске же музей учителя Марка Шагала, вот по-моему так, он находится в непредметном месте, его не так просто отыскать, поэтому надо заранее гуглить, где-то вот смотреть, где он находится, потому что не так просто его найти. А как вы такую можете фразу продолжить? В Минск стоит посетить потому что? Почему? Минск стоит посетить, потому что там розовые жетоны в метро. Где вы встретитесь сейчас жетоны в метро? Да еще и розовые. Но розовые вряд ли в Питере жетоны до сих пор. Да, а там розовые жетоны. А там в Питере нет, но вот такой цвет. Да, а там я никогда нигде в жизни не видела розовых жетонов. И еще там широкие проспекты, очень мало народу, мало машин, добрые приветливые люди. Да, еще один момент, который меня удивил в метро. Никто не сидит, уткнувшись в телефоны, в гаджеты, как у нас, а все стоят с какими-то спокойными лицами, расслабленными, сидят, стоят, читают книжки бумажные. Вот это, конечно, удивительный момент. Ради чего еще очень вкусная еда и недорого стоят. То есть приходишь, покупаешь сыры. Да, я была в Бресте не так давно. В Бресте как раз-таки как раз-таки да, по-моему, я ездила в усадьбу белорусского Деда Мороза, да. Это была та поездка, я была в Бресте, и меня поразило, что у них продаются очень вкусные и очень дешевые польские сыры. То есть покупаешь их, они прямо тают во рту и нет никакой химии, и стоят какие-то копейки. Правда, можно купить и свежие, самое главное, потому что магазин находится рядом с вокзалом, там, видимо, часто завозят новые сыры, и вот, да, там свежие сыры, и очень так можно быстро что-то купить себе, поесть. Мороженого такого мороженого из советского детства я, к сожалению, не нашла ни в Минске, ни в Беларуси, хотя еще несколько лет назад, еще, наверное, лет пять назад приезжая в Витебск, можно было купить такое мороженое, прям вот чувствовалось такое, прям советский вкус. Вы сказали, что вас как слава сцена, а мне было всегда интересно, а что обычно целуют журналисты? в зависимости от обстоятельств могут так же, как и Басков поцеловать сцену, если она им подарила триумф. Вы давно работаете редактором в газете в «Союзном Вече»? Вы устали от этой работы? Что вас вдохновляет на подвиги? В «Союзном Вече» я работаю второй год, не устала пока сейчас еще вдохновляет на подвиги? Наверное, наверное, такое удачное стечение обстоятельств. У нас очень хороший коллектив в редакции именно редакции «Союзного Вече», и у нас что ни день, то праздник. Мы все стараемся радовать друг друга как-то, то есть, допустим, очень теплая атмосфера в коллективе, и, допустим, в один день один испечет какой-то тортик и принесет его для всех, причем своими руками сделает. На следующий день кто-то другой что-то принесет или купит в магазине. А поскольку мы все сидим за компьютером, очень много пишем, и не хочется каждую секунду бегать в магазин за какими-то перекусами, мы вот так радуем друг друга и всячески поддерживаем. Также не знаю, работать с белорусами очень интересно, это очень добрые люди, очень отзывчивые, спокойные, у них есть в белорусах, вот как я заметила, есть какая-то внутреннее спокойствие, такая уверенность в себе, уверенность в жизни в завтрашнем дне. Вот, наверное, не устаю говорить многим о том, что если бы я была мужчиной и приехала, допустим, в Витебск и увидела, а там, надо сказать, очень много красивых женщин, и в Беларуси очень красивые женщины, наверное, от смешения кровей, от того, что там граница с Польшей, тоже Беларусь, Украина, там русские тоже, там, наверное, как-то какие-то нотки добавили вот в эту смесь, этот микс такой. Но женщины там очень красивые, и плюс они еще какие-то все такие очень трепетные, интеллигентные. У меня даже бывали ситуации, когда я поначалу приезжала на Славянский базар, и меня могли не устраивать условия проживания, потому что я жила, допустим, в какой-то гостинице, в которой мне было неуютно, или снимала квартиру, где мне было не очень приятно, и я гуляла по городу, знакомилась с разными людьми, и однажды я так познакомилась с милыми интеллигентными женщинами, одна из них была врач, насколько я помню, она меня угостила красным вином за обедом, просто так, вот так, за знакомство, и мы с ней очень мило пообедали, я ей так пожаловалась на условия жизни, сказала, что мне там не очень видно, комфортно, сказала, приезжайте ко мне, живите просто так, мне будет интересно узнавать от вас из первых уст о новостях славянского базара, про артистов, то есть очень интересные люди, и тоже со мной однажды случилась любопытная история в Витебске, я стою на остановке, собираюсь ехать в летний амфитеатр на концерт, стою с ними, никого не трогаю, и вдруг подходит ко мне девушка, протягивает такой листочек клетчатый, вырванный из обычной тетрадки школьной, ручку, и говорит, распишитесь, пожалуйста, вот мне бы хотелось ваш автограф, я говорю, простите, вы, наверное, меня с кем-то перепутали, я журналист, который освещает Славянский базар, она говорит, ну и что, ну и что, что вы журналист, вы же освещаете Славянский базар, напишите что-нибудь хорошее, напишите вот что-то приятное, я у всех беру автографы, я уже у всех, я взяла у директора Димы Билана, там у концертного директора Сергея Лазарева, вот ваш автограф мне тоже пригодится, и вот я ей дала автограф, потом немножко с ней поговорила, решила узнать, кто она и что она, оказалось, что она работает на фабрике, которая производит белорусскую обувь, в общем-то, очень известный, известный бренд, вот такая вот история, чего только не происходит в Витебске, в таком волшебном городе, и так. Женя, скажи, пожалуйста, что бы ты пожелала, например, будущим корреспондентам, тем, кто хочет работать корреспондентом, журналистом, редактором, то есть, какие качества развить себе, туда пойти учиться, например, ну, я имею в виду просто, не перечитаю себе. Да, да. Наверное, я им пожелала бы, вот знаете, у меня очень много друзей и знакомых актеров, и очень часто они говорят такую вещь, то есть, когда их спрашивают, вы хотите, что бы вы пожелали человеку, который тоже хочет стать актером, и они отвечают так, я бы ни за что не рекомендовал идти им в эту профессию, вот если честно, я бы тоже не рекомендовала идти в творческую профессию, вообще в какую-либо творческую профессию юным журналистам, по одной простой причине, потому что эта профессия, она захватывает тебя всего, и что актерская, что журналистская, то есть, ты должен понимать, если ты ею занимаешься, то ты будешь ею поглощен, увлечен, и, в общем-то, у тебя не будет складываться личная жизнь, так как у всех, как, допустим, у бухгалтера, у инженера, у кого-то еще, то есть, это редкость, потому что у тебя постоянные командировки, у тебя постоянное общение, у тебя очень нервная работа, ты, вот случилось что-то, случился какой-то фестиваль, ты уехал, случился у кого-то какой-то юбилей, ты должен идти на этот юбилей, если ты работаешь именно в культурной журналистике, в журналистике, связанной с шоу-бизнесом, с культурой, то есть, ты немножко вот так не принадлежишь себе, пожалуй, я бы, наверное, так ответила, с другой стороны, я бы не стала навязывать свое мнение, если человеку хочется идти, то пусть идет, но надо сказать, что классическая журналистика, она сейчас уже умирает, то есть, она не существует в том виде, вот, в котором существовала, скажем так, в моей юности, когда я училась на журфаке, она сейчас уже, все, можно ей помахать ручкой, блогеры, например, тоже, да, вот, вот, мне кажется, наилучший вариант на сегодняшний день, если у человека есть задатки блогера, пойти все-таки ему получить какое-то филологическое образование, чтобы писать тексты без ошибок, потому что такие вот, блогеры преуспевают в чем? в том, что вот они знают все какие-то вот, может быть, системы продвижения себя и своего контента, знают, как это все делается, но в то же время они не умеют писать, не знают, как это делается, не знают просто от того, что не знают, как это делать правильно, вот, скажем так, нас учили вот очень строго, допустим, почему я, в общем, считаю, что я довольно-таки неплохо, не умру от скромности, редактирую тексты, по одной простой причине, потому что у нас был очень сильный преподаватель по стилистике русского языка, по вот этой всей структуре текста, вот нас учили очень, но я не буду сейчас вдаваться в эти подробности, это все такое узкоспециализированное, но нас действительно учили, как писать тексты, как выстраивать всю вот эту логическую структуру, так, чтобы это все выглядело удобоваримо, пожалуй, вот так, да, совет писать, учиться писать хорошо, грамотно, быть наглыми, вот, кстати, да, я тут, я даю такой совет своим друзьям-актерам, когда они сокрушаются, что их не зовут на кастинге никуда, ничего не происходит в их жизни, я вижу, что здесь в зале сидят кастинги директора, и они немножко смеются на эту тему, но тем не менее это так, и вот они просто сами сидят, сложа ручки, ничего не делают, и потом грустят от того, что их никуда не позвали, вот я всегда говорю, что нужно пробиваться, нужно находить телефон режиссера, у которого ты хочешь сниматься, и звонить этому режиссеру, так же и в журналистике, хочешь работать где-нибудь там, на первом канале, вот берешь, находишь телефон Константина Эрнста, и звонишь ему, от того, что у него будет шок, может быть, он тебя и возьмет, я думаю, что этого не случится, мало таких смелых, на самом деле, и не так просто найти телефон, и не так просто дозвониться, потому что Константин Львович часто бывает занят, и может еще очень не так резко ответить, поэтому не всякий решится это сделать, но однако же смелость города берет, как мы знаем, наглость второе счастье, поэтому я очень советую журналистам, начинающим быть наглыми, я была очень наглой, когда я начинала, то есть, допустим, тебе, вот простой случай жизни, ты подходишь к какому-то, то есть ты приходишь на мероприятие, допустим, мероприятие с Люком Бессоном, ты знаешь язык, ну, как правило, вот те, кто стремится в юные журналисты, они знают языки, допустим, вот ты знаешь английский, французский, но тебе говорят, нет, у тебя не крутое издание, тебя не пустили, то есть ты, нет, пустили, но просто тебе не дают интервью с этим человеком, вот с Люком Бессоном, например, но ты видишь, когда мероприятие закончилось, что Люк Бессон где-то там весело проводит время за там, скажем, ленточкой красной, какой-то огороженной для VIP-гостей, и ты, улучив момент, проходишь за эту ленточку и подходишь к нему и говоришь, месье Бессон, я хотела бы сделать с вами интервью, вспоминаешь все свои языки, которые ты знаешь, улыбаешься ему очаровательно, и начинаешь с ним беседу прямо с места в карьер, пока позади, за твоей спиной стоят ошалевшие организаторы мероприятия, ты делаешь свое дело, потом уходишь с эксклюзивом, и честь тебе и хвала. И после этого ничего никто не говорит? Нет, а кто что скажет? Ты уже получил доступ к телу, и, соответственно, герой не против, и ты уже с ним пообщался, то есть... Нет, просто, ну, как правило, организаторы остаются стоять с открытыми ртами, вот после таких событий. Ну, хорошо, будем знать. Спасибо, Женя. Кажется, что на Славянском базаре в Куицевске все говорят на белорусской мове. Это правда? Я, к сожалению, не смогу вам ответить, дорогой зритель, вот в таком же тоне, и на том же языке. Не смогу, к сожалению, ответить, но могу сказать, что вот у нас в редакции, кстати, тоже вот был сегодня момент. Я работаю еще и на радио, и мне нужно было рассказывать про фестиваль, где используется, про музыкальный фестиваль, где используется белорусский инструмент дуда. Он так и называется дуда, он наподобие волынки. И фестиваль назывался как-то по-белорусски. И, к счастью, у нас в редакции работает девушка родом из Беларуси. И я, естественно, сразу же к ней, как произнести, как правильно сказать. Соответственно, вот есть люди, которые могут помочь в этих ситуациях, а так все говорят так, как им удобно. Ну, есть какие-то словечки. Вот, кстати, вот работая в таком смешанном коллективе, тоже недавно у нас была одна девочка тоже из Беларуси, получается, две девушки были из Беларуси, было очень забавно, то есть кто-то из них о чем-то рассказывает, и даже вот они в шутку составляли такой русско-белорусский словарик. Вот одно слово произносится так, а другое слово произносится так. Я вот сейчас уже... А, блины и оладьи. То есть вот то, что у нас блины, у белорусов, это оладьи. Вот простой пример, например. Друзья, спасибо огромное, что пришли, что потратили вечер и пятница, да еще день космонавтики на встречу с такой... с таким скромным журналистом, как я. Мне очень приятно, что вы здесь все присутствуете, что не пошли куда-то в бар в пятничный вечер отметить окончание недели, а что пришли в Центр славянской культуры, и вам интересна вот эта тема российско-белорусские отношения. Это прямо очень важно и очень приятно. Спасибо.